Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Красота Эй, чего? Вау! Воображал И раз Ого Ой Слушай Жаль, Фаер не видел Я просто тренируюсь Это ты все перед Фаером перчишься Хм, я? Даже и не думала Лолик, тормози Шпуля Уже тут же шахматы Фигурное катание, это красиво Крути Ох Вал Ты чего так заорал? Мне достали два билета На группу самого Вектара Хаа, прелесть И с кем ты пойдешь? Пока не знаю Я еще не думал А что тут думать? Пригласи самую красивую девочку-класса! Да? Неплохая мысль! Ю-ху! Слышала? Самую красивую пригласит! Мне это неинтересно! Подумаешь, мне тоже! Наш мир наполнен красотой! Сколько вокруг красивых растений и животных! Прекрасных гор, лесов и озер! Но людям этого мало! Они создают свою рукотворную красоту! Художники пишут красивые картины! Композиторы сочиняют красивую музыку! Архитекторы создают красивые дома, а модельеры красивую одежду! Даже ученые не остаются в стране! Они придумывают красивые идеи! Эти идеи потом превращаются в технологии и вещи, Которые делают жизнь людей лучше! У каждого свое представление прекрасно! Сколько людей, столько времени! Но все стремятся по-своему быть красивыми! И люди, и фиксики! Шпулечка! Как мне стать красивой? Ой, не знаю! У Верты спроси! Она вон какая! Какая? Вот что в ней самое красивое? Ну, заколочка, прическа! Ей идет зеленый цвет! Зеленый! Ага! Ну, пока! Шпуля! А? Как ты думаешь, Фаеру Симка нравится? Думаю, да! Это потому, что она рыжая? Оранжевая! Ммм, понятно! Так, цвет вроде такой! Нет! Надо еще зеленей! Что делает человека красиво? Бросская одежда, яркий лак, крашеные волосы? Да они не всем идут! Есть более надежный рецепт! Попробуй умыться и причесаться! Видишь, красоты сразу прибавилось! Теперь смени грязную мятую одежду на чистую! А? Вот она где красота! А если будешь меньше есть сладкого и больше заниматься спортом, то вообще станешь писаным красавцем! Или красавицей! Фаер! Чего? Ну, возьми у Вектора автограф для меня, пожалуйста! Ладно! Я его песни обожаю! И я! Особенно эту! Компьютер, компьютер, компьютер это круто! Играл бы в компьютер, и особый день обряд! Играл бы, и ночью, и вечером, и утром! Но мне-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Я и не думал, что ты такая фанатка! Знаешь, не буду я брать автограф! Почему? Сама возьмешь! У меня же два билета! А как же самая красивая девочка? Да вы все красивые! А с тобой еще и весело! Пошли! Стойте! Стойте! Ой! Симка или Верта? Вы куда? Как куда? На концерт! А-а-а! 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 Я запуталась! Ты чего, Шпуля? Подруг не узнаешь! Вот Симка! Вот Верта! Пошли, а то опоздаем! М-м-м-м! Блондинкам всегда везет! Да! Надо было краситься под Шпулю! Невидимые чернила! Ух-ах-ах-ах! Дима Зимычу Это что, записка? А от кого? Не от кого А, от девчонки что ли? Так, так, и что она пишет? Не знаю Так давай посмотрим Не, это секрет Что, даже для друзей? Угу Ну мы же не простые друзья А секретные Никому не скажете? Ну никому, обещаем Ты разворачивай уже! Ой, а тут пусто Хм, ерунда какая-то Может она и не хотела тебе писать Зачем тогда записка? Погоди! А что если записка написана невидимыми чернилами? А такие бывают? Чтобы скрыть от посторонних секретное письмо Его пишут невидимыми чернилами Их еще называют симпатическими Для этого сок лимона, молоко или питьевую соду Разводят водой Обмасивают палочку или кисточку И пишут на простом листе бумаги Вот так Ничего не видно, правда? Чтобы невидимые чернила проявились Бумагу надо нагреть Например, прогладить утюгом Но это секрет Может, Симка, ты и права? На утюг не трогать не разрешают Твоя мама, кстати, сейчас белье гладит Да? Это меняет дело Стой! Если записка секретная Значит ее никто не должен видеть Даже мама Что же делать? А, придумал! Мам! Погладь мне рубашку! Пожалуйста! А что с ней? У нее карман помялся Некрасиво А, ну давай сюда С каких пор тебя это волнует, интересно? Держу Спасибо! Получилось! Что? Что там? Ой Дим Димыч, ты мне нравишься Катя Тебя Катя влюбилась А тебе Катя нравится? Мне? Не знаю Но она отличница Нравится! Телеки-телеки, остался жених и невеста Ну и прекрати А ты ей напишешь ответ? А надо? Конечно А если кто-нибудь увидит? А ты его тоже невидимыми тернилами напиши Лимон есть? Сейчас большая редкость отправлять письма по почте И вообще писать их от руки Теперь все переписываются по интернету Но и в такой переписке нельзя забывать простые правила вежливости Например Нужно здороваться в начале письма А в конце совсем не лишними будут добрые слова К примеру Обнимаю, целую Или Будь здоров! Или до скорой встречи! Перед тем, как отправить письмо Перечитай его Убедись, что не ноля пол ошибок И еще Если ты получил какое-то послание Не тянись ответом А то человек может подумать, что про него забыли И обидится Словом, пишите письма вежливо Ну, пиши А что писать? Как что? Правду? Пиши так Извини, Катя Но мне нравится другая девочка Я зовут Симка Ну, Олег! Не нравится? Сами придумывайте Дим Димыч Просто напиши Что ты на самом деле думаешь Ладно Напишу Катя, ты мне тоже нравишься Нормально? Прекрасно Тили-тили, тесто Замолчи, а! Дим Димыч А ты как написал? Нравишься Или нравишься? Ой Не знаю Ничего не видно Да Теперь это только с Катей узнает Сифон Эй, Новик Помоги вентилятор в компьютере смазать Не могу Мы с Дим Димычем поздравления рисуем для его родителей Вижу, вижу Ты еще не устал? А, Симка Хорошо, что ты пришла Скажи, как правильно Десятилетие свадьбы? Или десятилетие? А, знаешь что? Ты напиши десять цифрами Потом черточку И летие О, точно Только сначала воду сменю Я сейчас О, мама свое кольцо забыла Что я наделал? А, я испортил папу с мамой весь праздник Где? В ванной? Там лежало мамино кольцо И я уронил его в раковину Теперь оно уплыло Ой, все пропало Никуда оно не уплыло Ты разве не знаешь, как устроен сифон? Какой сифон? Это такая изогнутая труба под раковиной Вода из раковины Попадает вначале в сифон А уже потом сливается в канализацию Если кран закрыть Вода не уйдет вся Часть ее останется в сифоне Так сделано для того Чтобы запах из канализации Не попадал в квартиру Кольцо намного тяжелее воды И если уронить его в слив Оно никуда не уплывет А останется на дне сифона Хм, ну тогда еще не все пропало Да, но как же мы его оттуда достанем? Я плавать не умею Спокойно сейчас все устроим Дим Димыч, нитки есть? Конечно Тащим, а я сейчас вернусь Да, так не починить Нужна сварка Бабус, мне нужен ненадолго твой помогатор Надо же какое совпадение Мне он тоже нужен Матя, тогда я возьму твой помогатор Что попало Перышки, ниточки, булавки Теперь у них есть Ранцы-помогаторы В помогаторе хранятся Самые разные инструменты Достаточно нажать кнопку Помогатор провернется И из него выскочит крюк Или магнит Или даже парашют Помогаторы есть у всех взрослых фиксиков А ребенок сначала должен подрасти И сдать экзамен на право работать фиксикам Только после этого он получает Собственные ранец-помогатор Ты что, прям так полезешь в сифон? Не прямо так А вот так А вот так Когда я дерну за нитку, отнимаю Что? Она говорит Когда я дерну за нитку, поднимаю Ясно Он говорит, ясно Она говорит, что я без меня поняла Она говорит, что я без меня Синка, Нолик, спасибо Вы меня так выручили На том и фиксики Я говорю, на том и фиксики Дим Димыч, ты с кем там разговариваешь? Ой, твою мама вернулась Ни с кем Эй, превращайтесь обратно Мне нужна помощь Я забыл, как правильно Десятилетие свадьбы Или десятилетия Цифры Пиши Точно Крючок Уху! Синка, пригнись! Брик, зачем вы сцепили фиксиборды? Так паровозикам веселее И я Брик, а он Гик Здравствуйте! Вещи не по назначению используйте Ну-ну О, а как надо? Приходите в школу, узнаете Мы как раз хотели Сначала познакомьте меня с родителями Сегодня Жду Опа! Ой! Крючок Ненадежная штука Хм, зато многофункциональная Крючок Не просто удобная вешалка для курток и ключей На стройке крюки подзомных странах Переносят грузы Рыбаки берут крючки на реку Альпинисты в горы Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой Крючком с длинной ручкой Бабушки вяжут шарфы В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк Да что там, даже крюк закопки птицы скрюченные Чтобы колоть орехи и держаться на ветке Мне фиксики Большой-большой Вы в порядке? Еще спрашивайте Простите? Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое А с виду Солидный фиксик Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да, то есть нет Ну, знайте Намудрили Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю Вы здесь работаете Вы догадливы А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Ну, вы же сказали позвать родителей Бася Бася? Дети? Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков? Возмутительно Вы кое-что забыли Это вы придумали? Моя школа Вообще Они у меня воспитанные Бабушку? Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала С места на место Где я только не была Как-то в Крыже Кончилась в ножку Эйфелевой башни Когда ее строили А в Англии Чили лучайник самой английской кролевы Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела на свалке Две шестеренки Ржавые Ну, хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И приводили Вика и Фрика И теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается, дедус вас на крючок поймал Да, именно так Прошу заметить Благодаря ему я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Так а нам в школу Теперь можно ходить? Думаю Здесь вам будет Чего поучиться Только без ваших шуточек Хе-хе-хе Вот это мы не обещаем Но постараемся Тыдыщ! Утюг Все Хе-хе-хе Спасибо за помощь Гений Евгений Да, Лизонька Вручение премии через час Вам скоро выезжать Я помню, Лизонька А что это за премия? Это Это Гений года Нескромно, но справедливо И заслуженно Ого И вам ее вручат? Ну Да И по телевизору покажут Хе-хе Конечно К вас А можете мне привет передать? И мне, и мне И щенке? Да Так и скажите Пользуясь случаем Я хочу передать привет фиксикам Вы с ума сошли? Что вы про фиксика все узнали? Гений Евгеньевич Я видела у вас на столе утюг О Ой, Лизонька Ну к чему это? Никаких возражений Вы должны выглядеть идеально Иначе все решат, что я за вами совсем не ухаживаю Сейчас утюг нагреется И я поглажу ваш костюм Главная деталь в электрическом утюге Нагревательная спираль Она спрятана в подошве утюга Когда утюг включают в розетку Спираль, а вместе с ней подошва нагревается Горячим утюгом можно разглаживать складки на одежде А еще в утюге есть емкость для воды Вода нагреваясь превращается в пар Пар выходит через дырочки в подошве И помогает гладить одежду еще лучше О, так, утюг нагрелся Осталось только залить воду Евгений Евгеньевич, это у вас вода? Эм, да, вода, вода Это не вода То есть нет, нет, не вода, не вода А что? Ну это сок? Сок? Да, сок Ну все, утюгу конец Фу, какая вонь Я испортила утюг Ну-ну-ну, Лизонька, не переживайте так Не переживать? Премия Гений Года А вы в мятом костюме перед всей страной О, я этого не перенесу Лиза, держитесь Осторожно, Лиза Лиза Гений Евгеньевич, как вы там? Ой, замечательно Мы сейчас починим утюг А вы ремонтируйте Лизоньку Приступайте Смотрите Я починю контакт А вы с Ноликом очистите утюг от нагара Угу Лизонька Лизонька Очнитесь Все, утюг починили Лизонька Утюг уже работает Правда? А я тут разлеглась Надо же спешить А где же утюг? Мятая одежда Это некрасиво Поэтому с давних пор Люди разными способами Пытаются избавиться от складок Когда-то, чтобы отгладить одежду Ее просто клали под тяжелый плоский камень В Древнем Риме В Древнем Риме по ней стучали металлическим молоком А в Китае гладили с помощью горячих сковородок Утюг по форме, похожей на современный Появился в средние века Он был из чугуна И перед тем, как гладить одежду Его грели на плите Потом придумали утюги Внутрь которых засыпали раскаленные угли И, наконец, в девятнадцатом веке Изобрели удобный электрический утюг Которым мы пользуемся до сих пор Премию Гений Года Получает Профессор Чудаков Браво! Браво, профессор! Тенис! Тенис! Благодарю! От всей души благодарю! И, пользуясь случаем, я хочу передать привет фикс... Э... Аээ... Фикс-культ привет! Вот так вот Давайте премию Фух, выкрутился Блестящий Невероятный человек И выглядит идеально Ну, почти Идеально Зефир Фиксики, вы чего грустите? Новый год на носу! У нас его не будет! Почему? Мы сейчас с папусом поссорились Как? Фиксики, выкрутите Каждый год мы чиним эту гирлянту Ох, да До Нового года совсем мало времени А у нас еще полно дел Как тебе? Фу Вот так Вот вы где! Телефон не слышите Сообщения не читаете А у нас там гирлянда барахлит Надо помочь Папус, еще пять минуточек Уже час прошел А вы все ерундой занимаетесь Это не ерунда Улыбочку Что? А Мася есть? Во! Так, так Очень интересно Мы как раз собирались идти Уже не надо Я все сделала сама У вас дела поважнее Ну? Значит, я там Одна Надрываюсь А вы тут А ты Ты куда? Отдыхать Ах так? Хорошо Не будет у нас праздника Без паники Надо починить Помирить родителей Как? Папа говорит Путь к сердцу женщины Лежит через цветы А где мы возьмем цветы? О! Сделаем из зефира Если в пюре из фруктов и яд Отдобавить сахар и яичный белок Хорошенько взбить Подсушить эту массу в духовке Получится зефир По вкусу он напоминает пастилу И не случайно Ее придумали в России А потом Вянчужские сахар и яичные Слегка изменили состав И название Маршмеллоу Почти зефир Но без пюре Люди очень любят Эти воздушные сладости Ими украшают торты И даже жарят на костре И как мы заставим папуса их подарить? Устроим им свидание Маша тебя зовет Срочно Там Это Монитор не работает Она же сама справляется Папус Ты же добрый И всегда помогаешь Пойдем Ладно Нет, нет и нет Я отдыхаю Владимир Димыч Не успеет маме Сделать открытку И она усунется Без подарков Хорошо Но только ради мамы Сладости не только едят Но и украшает Ими новогодний стол Например Эту елку из маршмеллоу Сделать очень просто Берем зефирки И выкладываем на тарелку Первый ряд Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Второй ряд Шесть штук Третий ряд Пять Здесь Четыре Три Две И одна макушка сверху Добавляем к веткам Ствол из соломки И посыпаем Сладким конфетти Готово А маленькими формочками Для печенья Можно из зефира Вырезать снежинки Или сердечки Или сделать оленя Нанизываем зефир На карамельную трость Сахарные бусинки Глаза и нос А крендельки Рога Загляденье Ничего не понимаю Монитор работает Зачем ты меня звал? А Я не звал Ха И помощь тебе не нужна? Нет А Ты наверное Хотел извиниться? Нет Это уж слишком Ну и Любимой Масе Мне Ну Как это мило Ну Ты меня прости Я сегодня так устала Да Это я был неправ Оставили тебя одну А где наши дети? Новый Гордже Да вот же они Спаси 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 Папа Солый и хороший Ура С Новым Годом! Дверной звонок Молик Молик Ты чего здесь? Тим Димычу жду Он же только утром уехал с родителями Ты что, всю неделю тут будешь лежать? Лучше давай гостей встречать Гостей? Я весь класс позвала Весь Есть Класс! Они там спят, что ли? В гости позвали А сами не пускают Симкины штучки Фаер Попробуй еще раз Сейчас поглонят в дверь Зачем? Они что, не могут через замочную скважину пролезть? Молик, но они же не просто так, а в гости А-а-а, гости всегда звонят, а хозяева их пускают Оп, не звонит Звонок сломался? Сейчас починим Сначала надо выяснить, что именно сломалось Сначала починим, а потом выясним А раньше на дверь вешали колокольчик со шнурком За который гости дергали и звонили Теперь дверные звонки электрические и звучат по-разному Одни будят, другие трезвонят, третьи вообще свистят, как птицы Динамик, издающий звук, вешают внутри дома А включается он с помощью кнопки, которую выносят за дверь Похоже на то, как выключатель включает лампочку Только вместо света звук Верта, поможешь? Надо подумать Ну да Симка! Что тут твои гости опаздывают? Симка! Шпуля, ты? У вас звонок не работает Правда? Утром еще работал Нолик, за мной Сначала проверим контакты Проверили! Так, теперь динамик Динамик цел Может с электроникой проблема? А что если провода местами поменять? А толку? Вот и узнаем Опа! Вот что! Давай провода напрямую соединим А это не опасно? Сейчас проверим Ну вот, а ты боялась Фаер Мотор нашего класса Он самый быстрый, самый ловкий и самый смелый Фаер ни секунды не сидит на месте И все время рвется на поиски приключений Он прямо горит новыми идеями Поэтому его и зовут Фаер Конечно, не все его идеи хороши За твои шишки, ожоги И вообще он слишком увлекается Если он загорелся какой-то идеей То может даже забыть про урок в школе За это ему попадает от дедуса Но Фаеру все ни по чем Ведь в его голове тут же рождается новый план И если честно То из наших мальчишек Фаер мне нравится больше всех С ним никогда не бывает скучно Эй, вы там? Я понял причину И в чем причина? Во всем доме электричества нет Вот дверной звонок и не работает Так что? Какая электричества не будет? Мы в гости не попадем? И когда оно будет? Не знаю Может прямо сейчас и включат О, включили! Ай! Кто не звонит? Не тратите хулиганить! Мы не хулиганим! Это не мы! А кто звонит? Не знаю! Я знаю! Звонок сам звонит Потому что Фаер соединил в нем провода напрямую Но это мы мигом исправим! Шумные у тебя гости! Да! Хорошо еще людей дома нет! Привет! Привет-привет! Заходите через замочную скважину! Ну что, пошли! Куда? В гости! Не, так просто нельзя! Почему? Сначала нужно позвонить! Придержите-ка меня! Оп! Хоккей! Сегодня я вас точно обыграю! Ты забыл? Ты один, а мы команда! Посмотрим! Ха! Один-ноль! Привет! Привет! А что ты тут делаешь? Катя ко мне пришла за рецептом Сейчас я закончу с уборкой и приду Ничего, я подожду Мы пока поиграем Только не в хоккей Не понимаю, что в нем мальчишки находят? Я, признаться, тоже О, фиксики! Привет! Привет! Хоть ты в хоккее не смыслишь Ну, извини, мы доиграем А потом с папой пойдем на стадион Настоящий хоккей смотреть Сомневаюсь, что там интереснее Зря! Хоккей! Игра жутко интересная Но непростая Спортсмену нужно столько всего уметь Шустро бегать на коньках В неудобной форме Веско тормозить И подрачиваться от противника Владеть кружкой И сбивать ворота шайбу И без науки здесь не обойтись Как, например, посчитать силу удара Или замедлить скольжение Все это игроки осваивают на тренировках Надел форму с защитой И вперед! А еще Хоккеист должен быть смелым И ловким Вдруг не успеешь Затормозить И врежешься в борт Или шайба по голове попадет Ой! Но не даром говорят Трус не играет в хоккей Дыдыщ! Вау! Ну, давай! Катя, из-за тебя я промазал Извини Бей в борт! Ты опять? Я тебе помогаю Между прочим Не любишь хоккей? Нечего и подсказывать Хм, пожалуйста Второй гол с этой точки Случайность Ага Как же Этого игрока Не нужно вперед уводить Тут нужно бить от борта Тут вот этого Надо на ворота поставить Как говорила Не понимает в хоккее Но мы играем Или нет Кому-то в кайф Июльский зной Кому-то майский мед А нас и летом И весной Притягивает лед Когда для матча Лед залит Он лучший аргумент Народ валит Страна бурлит Трепещет континент Наша игра Хоккей Наша игра Хоккей Наша игра Хоккей Наша игра Наша игра Хоккей Наша игра Хоккей Наша игра Наша игра Хоккей А наша игра Хоккей Какая наша игра? Соккей! Наша игра! Соккей! Наша игра! Соккей! Наша игра! Ура! Победа! Эх, если бы не Катя! А решающий гол мой! Дим Димы! Пора на матч! Катя, пойдем! Ой, а можно мне с вами на хоккей? Оказывается, это так интересно! Знаете что? Я тоже с вами пойду! Может и мне понравится! Давно пора! Вперед! Как мы могли поиграть? Мы же команда! У Дим Димыча теперь тоже команда! Причем сильная! Не! Просто новичкам всегда везет! Сита! Пап, а мама скоро прилетит со своей конференции? Через час! Чем бы ее порадовать? Может испечем булочки с изюмом? Она любит! Отличная идея! А где тут рецепты? Что ищем? Ой! Рецепт! Посмотри в ящике у плиты! Спасибо! Нашел! Замечательно! Так, что нам нужно? Молоко! Мука! Яйца! Изюми корицу не видел? Корица здесь! А изюма нет! А изюма нет! Может без него? Мама любит с изюмом! Ах, в магазин уже не успеем! Каша! У нас есть каша! И что? А в ней изюм! Дим Димыч, ты гений! Поручаю изюм тебе! Дим Димыч, а чем мама тесто замешивает? Миксером! Миксером попробуй! А это мысль! Не густо у тебя изюмом! А ты, ты тоже тесто еще не замесил? Ну, с миксером это быстро! Ладно, ладно! Посмотрим, кто быстрее! Давай, скорей! Скорей! Какой ты неловкий! Если вы такие ловкие, то помогли бы! Ладно, поможем! Ну, лови! Что там у вас? Фу, сверху все собрали! Надо нырять! Ну, ныряйте! Давайте быстрее! Папа уже почти наладил миксер! Где изюм? Там темно! Изюма не видно! Ну, поныряйте еще! Нет, так не пойдет! Нужен фильтр! Чтобы очистить зерна от шелухи, воздух от пыли, воду от вредных веществ используют фильтры! Самый простой фильтр – это металлическая сетка! Такие фильтры стоят в стиральных и посудомойчных машинах! Они очищают воду, задерживая мелкий мусор и песчинки! Благодаря этому машины лучше работают и долго не ломаются! Проще говоря, фильтр помогает поделить нужное от ненужного! Я видел у мамы такую сетку! Правильно! Она называется сито! Держи сито над тарелкой! А теперь сыпь кашу и тряси, чтобы хлопья просеялись, а изюм остался! Папа уже миксер включил! Плеси быстрее! Пап, от тебя прески по всей кухне! Миксер слишком мощный! Тесто слишком жидкое! Пусть муки добавит! Муки добавит! Точно! И откуда ты все знаешь? Плеси еще! Плати, в сети уже один изюм! Ух ты! Получилось! Пап! Что? Изюм нужен! Ого! Как ты сумел так быстро? С помощью фига! Все слышали историю про Золушку? Злая мачеха не пустила ее на бал, а вместо этого высыпала в залу мешок гороха и велела Золушке весь его оттуда выбрать. Но мало кто знает, что именно фиксики помогли ей отделить горох от золы с помощью сито. Да-да! Золушка дружила с фиксиками! Следы фиксиков можно найти и в других сказках. Мальчик с пальчиком или дюймовочка вам никого не напоминают? Откуда взялись сказки эти маленькие человечки? Очень может быть, что когда-то давно сказочник просто попался на глазах какой-то неосторожный фиксик. С этого и начались многие сказки. А у нас сюрприз! Та-дам! Булочки! Кто это придумал? Тим Димыч! Ммм, как вкусно! А рецепт откуда? Тим Димыч нашел! С изюмом! Как я люблю! Это Тим Димыч нафильтровал! Вот молодец, Тим Димыч! Неужели все сам? А кто же еще? Вентиляция! Дим Димыч! Дим Димыч! Иду! Симка, шпуля, смотрите! Правда красиво? Ой, прелесть! Безделушка! Какая в нем польза! Польза? Он к заколке подходит! Польза! Это когда вещь нужная! Вот! Как веревочная лестница! Прелесть! И куда ты по ней полезешь? А вот в зеркальце вещи полезные и красивые! Какая прелесть! Ой, у тебя шпуля все прелесть! А зато такой стукер у вас точно нет! Ой! Что это? Механическая рука! Наверное, спину чесать удобно! Зато у меня есть фотография вектора с его подписью! Это какой вектор? Это который самый смелый фиксик на свете? Да! И самый красивый! Может, это не он? Ну-ка, дай посмотрю! Не дам! Запачкаешь! А это не он! Он! Нет! Да! А ну-ка! Куда? Ой! Что это было? А-а-а! Сквозняк! Это ты во всем виновата! Сама виновата! Нечего было хвастаться! Девочки, не ссорьтесь! Давайте искать! Катастрофа! Потерять портрет самого знаменитого фиксика! Катастрофа будет, если портрет фиксика найдут люди! Куда же он улетел? А-а-а! А что, если... Правильно! Надуем мыльные пузыри, посмотрим, куда он полетит! Туда же и портрет улетит! А знаете, откуда берутся мыльные пузыри? На поверхности любой жидкости есть невидимая пленка! Тонкая, но прочная! Хотите ее обнаружить? Налейте в стакан до самого края обыкновенную воду! А теперь опустите в него монету! Только осторожно! Ребром! Еще одну! Еще! Еще! Видите? Вода не выливается, а поднимается горкой! Воду удерживает та самая пленочка, или, как говорят, сила поверхностного натяжения! Благодаря этой пленке вода собирается в капли! Она же помогает выдувать мыльные пузыри! Мыло в воду добавляют, чтобы пленка была более прочной! Но мыльные пузыри все равно лопаются! Ну вот! Осталось надуть! Давайте вместе! И... Стойте! Так не пойдет! Вентиляция! Как я сразу не догадалась! Вы замечали на кухне или ванной отверстие с решетками? Это вентиляция! Там за решеткой начинается длинная труба-воздуховод! По таким трубам из помещения удаляется несвежий воздух вместе с неприятными запахами! Старый воздух будет быстрее уходить в вентиляцию, если вы откроете окно на улицу и пустите в помещение свежий воздух! Проветривайте комнаты почаще! О! Вижу! Он там зацепился! Хватай! Пока не улетел! А чем? Как чем? Забыли, что у меня есть? Ты-ды-ды-с! Муа! Спасибо, Симка! Что бы мы делали без твоей механической руки и без твоей лестницы? Я тебе ее подарю! Ой, спасибочки! А-а-а! Это тебе! Девочки! Какая прелесть! Симка! Симка, ты здесь? О! А что это у тебя? Зеркальце! Правда красивое? Ну, девчонки! Все одинаковые! Упс! Субтитры сделал DimaTorzok Пуля, вылезай! Не поместимся! Сейчас мы покатаемся, а потом ты! Я опять одна? Ничего! Мне сегодня такую машину пришлют! Большую? Все поместятся! Девочки! А вот твоя игрушка, как просил Ура! Это что? Кукла? Прелесть! Мама, а где машина? Ой, это какая-то ошибка Сейчас выясню Алло, магазин? Хорошо быть ребенком О тебе заботятся, кормят, покупают игрушки Читают сказки на ночь Но зато приходится слушаться взрослых Ходить в детский сад, в школу Не забывать шапку надевать Все дети мечтают хотя бы на денек стать родителем Мама, это же суперчеловек Человеческие мамы одновременно стирают, готовят, гладят и проверяют уроки А фикси мамы чинят утюги и фены и заодно учат этому юных фиксиков Жаль, пока не вырастешь, родителем не станешь Но поиграть-то можно Поэтому девочки любят играть в куклы А мальчики не очень Зря Папы, знаете, какие крутые бывают? Что мне теперь с этим делать? И что, девчонка, в куклы играть? А по-моему, очень милый пупсик Вот и пусть лежит, а мы погоняем Погодите, его надо покормить Димыч, помоги Вот еще Он же плачет Пожалуйста Ой, мама Все Я его любила Я его любила Я его любила Как родная мать Я его кормила Я его поила Каждый вечер мыла А потом кровать Пупс, 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 пупс У меня был пупс, пупс У меня был пупс, пупс У меня был пупс Что случилось? Пупс пропал Как? Дим Димыч, ты его не видел? Нет Я за ним не слежу Вдруг с ним что-то случилось Был такой прекрасный Был такой потрясный Был на все согласный Мой любимый пуп Только вдруг ужасный Только вдруг ужасный Только вдруг ужасный Приключился пупс Пупс, пупс, пупс Все из-за машины расстраиваешься Сегодня ее привезут Кстати, а зачем ты пупса в шкаф засунул? Еле нашла Он еще дома В коробке Сейчас пойду менять Мой Любимый пупс Мама Нашелся Его в магазин хотели отнести Но я подумал И решил оставить Эй, а как же огромная машина? Потом Это все ради меня? Ну Папа Тебе Тебе Зинькиноч, что за шутки? Это у нее Кусачка, тебя же нет в этой серии Большой-большой секрет